В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров провел прием граждан. Вопросы решаются. Главное вообще как бы их поднимать эти вопросы. В Витновской школе номер 7 прошла региональная профориентационная акция. В каком направлении двигаться, вот в этом мы и пытаемся им помочь. 21-е рождественские образовательные чтения завершились мероприятием для школьников в кинотеатре «Искра». Священники посещали и детские сады, и младшие классы школ, и старшие, и средние. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров провел прием граждан. В беседе приняли участие также заместители главы администрации муниципалитета. С какими проблемами и просьбами обратились люди к руководству округа, узнал Максим Козлов. Сергей Петрович, правильно? Да. Сергей Петрович, добрый день. В чем вопрос, чем помочь? Подобные приемы, помимо решения проблем граждан, это еще и возможность для руководства муниципалитета узнать, чем живут люди не из сухих сводок, а в личном разговоре. У Сергея Кузяева дом в Расторгуевской части Видного. Вместе с соседями Сергей давно мечтает о спортивной площадке. Там у нас есть свободная земля, ну там заросло, там мы порядок навели, там все, и хотели бы поставить там сначала детскую площадку, ну нам ответили, что там по параметрам не подходит. Каким сделать там спортивную площадку? Поставить тренажеры? Нет. Поставить тренажеры у нас очень много, там практически все пенсионеры. Люди готовы сами профинансировать этот проект, но земля находится в муниципальной собственности, а значит требуется одобрение со стороны властей округа, которое и было получено в ходе встречи. Мы оформим вам разрешение на размещение, вообще никаких проблем. Собирайте денежку, устанавливайте спортплощадку, которую захотите. Еще одна посетительница, Ирина Музыка, столкнулась с проблемой посерьезнее. Она 6 лет проработала бухгалтером в школе поселка Горки-Ленинский. Лишившись работы, она по закону должна освободить и служебную квартиру. Нам выдали уведомление о том, что 22 января мы идем под сокращение. И жилье, которое мне дали, оно у меня служебное. У меня есть договор служебного найма. То есть я буду вынуждена с ребенком освободить помещение. Помещение. Где вы живете? Учительская 2, квартира 11? Да. В данном случае выходом из положения стало предложение для Ирины перейти на новое место работы в одну из муниципальных структур. Таким образом, она с сыном сможет остаться жить на прежнем месте. Мы ее тогда берем к себе, централизованную бухгалтерию. Она работает спокойно. Значит, квартира за ней сохраняется. Нам-то важно, чтобы у нас сотрудники остались. Спасибо. Да, поэтому тут важно, чтобы вы сейчас все сделали. Дальше переоформитесь, будете работать у нас. Поэтому ничего не бойтесь, продолжайте там жить. Посмотрите еще просто по школам и садам, потому что специалист по образованию, в сфере образования. Такие нужны будут все равно точно. Видновчанин Дмитрий Морозов пришел на прием с предложением организовать в городе Видное центральный каток. Тех, что есть, по его мнению, недостаточно. Хотелось бы вообще, если в глобальном смысле смотреть, именно в городе Видное, чтобы у нас был вот такой центральный каток, который был бы стационарным, который, ну, как бы город, за которым бы следил. А где вы его видите, расположение? Вы знаете, у нас был, во-первых, на стадионе Металлург, ну, что-то похожее. Вот. На самом деле, это был единственный каток с теплыми раздевалками. Действительно, в этом году каток на стадионе Металлург не функционирует. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Станислав Катаров пообещал лично разобраться с этим вопросом. Запланируем, давайте, мою поездку на стадион Металлург с проработанным вопросом на создание там стационарного такого катка с искусственным льдом. Значит, открытого, закрытого сейчас подумаем. И, соответственно, с раздевалками, да? Как показывает практика, большая часть вопросов решается прямо во время приема. А присутствие заместителей главы администрации позволяет значительно сократить время решения проблем, с которыми обращаются жители округа. На самом деле, вопросы решаются. Главное, вообще, как бы, их поднимать, эти вопросы. Ну, я говорю, что, то есть, я сюда пришел именно за тем, чтобы поднять вопрос, который важен для многих жителей. Руководство Ленинского округа проводит прием граждан еженедельно. На них требуется предварительная запись. Телефоны можно найти на сайте администрации муниципалитета. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В видновской школе номер 7 прошла региональная профориентационная акция для учащихся 9-11 классов. Как ученикам помогают в выборе будущей профессии, узнала Инга Инчук. Выпускники школ всегда сталкиваются с необходимостью выбора будущей профессии. Региональная акция «ЕГЭ. Осознанность. Профориентация» при поддержке торгово-промышленной палаты ежегодно помогает тысячам учеников определиться с ответственным шагом. Они знают, что есть юристы, есть менеджеры, маркетологи, это, наверное, сейчас самое популярное, да, есть IT-специальность. Но какие конкретно профессии в этих направлениях, да, чем именно можно заниматься и в каком направлении двигаться, вот в этом мы и пытаемся им помочь. Ученикам помогли определить свои сильные стороны, найти направление, которое привлекает больше всего, решить, какие предметы они будут сдавать на ЕГЭ. Несмотря на то, что единый государственный экзамен ждет выпускников только летом, определиться с выбором предметов необходимо уже сейчас. Выпускники 11 классов до 1 февраля будут подавать заявление на сдачу ЕГЭ. Запись у нас с 1 декабря началась на единый государственный экзамен. Запись можно записаться через портал государственных муниципальных услуг Московской области. По статистике, только 30% школьников на момент сдачи ЕГЭ точно знают, кем хотят работать в будущем. Но на данный момент все больше выпускников стремятся выучиться на профессии узких специализаций. На сегодняшний день, к большому счастью, уходит перекос со стороны менеджмента, юриспруденции, то, что было в прошлые годы. Ребята с удовольствием выбирают рабочие специальности. У нас сейчас огромный поток стремится, например, быть геологами, инженерию идут учиться. То есть это очень круто. Ну и IT-специалисты. IT-специалисты сейчас лидируют. Школьники поделились, кем хотят стать в будущем. Небольшая такая цель есть, может быть, даже стать учителем, преподавателем. Хотелось бы работать вообще стюардессой, в аэропорту, может быть. Профориентационные мероприятия помогают школьникам определиться со сферой деятельности и сделать свой выбор осознанно, исходя из собственных желаний и навыков. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 11 новых объектов образования откроются в Ленинском городском округе в 2024 году. Некоторые из строящихся школ по поручению губернатора посетил исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров. В жилом комплексе «Восточная Бутова» к 1 сентября следующего года появится новая школа на 1500 мест. Представители застройщика рассказали руководителю округа о проведении работ на объекте. Сейчас на площадке трудятся более 150 человек. Происходит обустройство кровли и внутренних стен, монтаж окон и уцепление фасада. Школа за моей спиной на 1550 мест. Школа в хорошей готовности, 64% на сегодняшний день. Работает более 150 человек. Строит школу компании «Пик». Сегодня с коллегами проговорили о том, чтобы к 1 сентября школа уже заработала. И дети из ближайших домов пошли в школу. Затем Станислав Катаров побывал в образовательном центре «Успех» в поселке Дрожжино. Вместе с директором образовательного учреждения он осмотрел действующее помещение. А также посетил второй корпус на 1100 мест, который откроет свои двери для учеников уже в январе. Объект был возведен за внебюджетные средства. В настоящий момент заканчиваются отделочные работы и уже по-добрам персонал. Действительно здесь сделано все с умом и с душой. Потому что это уже не первая школа, в которой участвуют в строительстве и директор школы, и заместитель главы. И видно, что здесь школа с подходом и с современными технологиями. Я уверен, что детям здесь будет удобно и комфортно учиться. А в Южной Бице строится самая большая школа в Ленинском городском округе, рассчитанная на 1550 учеников. Здесь уже завершили возведение четырехэтажей и перекрытие. И продолжается внутреннее обустройство и монтаж инженерных коммуникаций. Мы здесь находимся уже с директором, который будет заходить в эту школу. Директор, конечно же, набирает команду уже активно. Готовится к новому учебному году. Поэтому мы все делаем заранее, чтобы быть во всеоружии и встретить наших учеников в новой школе. Всего в муниципалитете будет создано 10 тысяч новых мест для детей, 8 тысяч в школах и почти 2 тысячи в садах. Представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу провели встречу с жителями Расторгуевской части Видного по вопросам пожарной безопасности. Поводом послужил пожар с гибелью человека, произошедший 14 декабря. Собравшимся рассказали о причинах пожаров в зимний сезон и о правилах безопасности при использовании электрообогревательных приборов и печного отопления, а также разъяснили алгоритм действий в случае возникновения пожара и правила применения первичных средств тушения огня. По окончанию профилактического мероприятия гражданам были вручены памятки по мерам пожарной безопасности. Добровольцы из Московского регионального социально-экономического института совместно с заместителем главы администрации Ленинского городского округа Татьяной Квасниковой помогли убрать снег с территории детского сада «Ласточка». Все подробности в следующем сюжете. После обрушившихся на центральную Россию сильных снегопадов коммунальные службы Ленинского городского округа работают в усиленном режиме. Им на помощь пришли студенты и преподаватели из Московского регионального социально-экономического института. Они помогли расчистить территорию детского сада «Ласточка». Мы каждый раз, когда нам предлагают какие-то мероприятия в рамках Ленинского городского округа, Московский региональный социально-экономический институт всегда с радостью проявляет инициативу, мы всегда принимаем участие. Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова присоединилась к волонтерам и помогла расчистить детскую площадку и дорогу около входа в дошкольное учреждение. Участникам уборки раздали удобные, красивые оранжевые лопаты. С ними добровольцы за короткое время смогли очистить территорию от снега. Сотрудники детского сада оценили проделанную работу. Они много почистили, много нам помогли убрать. Очень им благодарны, мы, конечно, это тоже сказали. Огромная помощь детским садам, школам. И это хороший пример нашим молодым мальчишкам, девчонкам. Они видят о том, что старшее поколение все-таки готово включаться в работу и помогать, чтобы у них всегда было чисто и хорошо. Зима в самом разгаре, поэтому любая помощь коммунальным службам в уборке будет не лишней. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. 21-е рождественские образовательные чтения завершились мероприятием для школьников в кинотеатре «Искра». Перед ребятами выступила доктор филологических наук Татьяна Миронова, а также актеры православного театра «Живая вода», которые показали свой авторский спектакль «Шах и мат» или «Дон Кихот и молекулы». На протяжении трех недель в рамках рождественских чтений проходили встречи и беседы учащихся со священнослужителями. Основная задача мероприятия – развитие православного образования и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Были беседы в институте в МРСИ с очень известным иконописцем. Она написала не одну книгу по иконописи, именно русской иконописи. Это Ирина Константиновна Языкова. Священники посещали и детские сады, и младшие классы школ, и старшие, и средние. Рассказывали и беседовали на разные темы. У нас была, так скажем, небольшая дискуссия на тему, например, вера. Мы дискутировали на эту тему, общались, заговаривали, задавали вопросы священнику. И вот так у нас проводились, в принципе, уроки, вот такие мероприятия у нас были. Чистота русского языка, именно эта тема стала главной на закрытие 21-х рождественских образовательных чтений. На мероприятия в кинотеатр «Искра» пришли более 600 старшеклассников и педагогов учебных заведений округа. Доктор филологических наук, писатель, автор 17 книг Татьяна Миронова рассказала ребятам о происхождении ругательных слов и как они могут влиять на жизнь человека. А что такое сквернословие? Скверно – это не чистоты, это запретные, непотребные. В русской культуре, в отличие от пупуасской, негритянской, все, что ниже пояса, запретные, непотребные. Также задуматься о значениях, последствиях употребления жаргона и нецензурных слов и выражений, Школьников заставил спектакль Московского православного театра «Живая вода». Ну давай еще пару минут почием. Ты лучше скажи, ты завтра на «Имэйджин дрэггенс» пойдешь, там так пофлексить можно будет. Так, еще раз. Ну подрыгайся. Я ничего не понял. Макс, ты что, каменный век что? Потанцевать! Ну а сразу по-русски сказать нельзя было. Данная постановка не оставила ребят равнодушными, ведь проблема чистоты и красоты речи остро стоит в современном обществе. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова